Пережить чувства, никогда не испытанные с таким подзаголовком в мастерской гуманитарного корпуса ИГХТУ 6 этаж, открылась выставка, посвященная войне. На ней около 30 работ студентов художественного училища. Ребятам на занятиях дали задания по композиции на тему победы. И именно из него выросла эта выставка. Сначала нам всем не очень понравилась эта тема, потому что она очень сложная, она очень какая-то горькая. Ну, чтобы это все понять, надо через себя пропустить, это сложно. Но как только мы начали работать, мы углубились, нам просто в душу так это вцепилось. И после того, после окончания семестра мы решили дальше работать. Я, например, лично подумала, что сложно будет вообще как-то мне, современному человеку, когда сейчас не модно говорить о войне, во всем этом как-то стесняются. Вот именно про Великую Отечественную войну. Я подумала, что это наоборот будет чем-то новым, потому что именно для нас, для молодых людей. Здесь представлена живопись, графические наброски, а еще фотографии из домашних архивов авторов. Здесь изображена моя бабушка по папиной линии, Горемюкина Юлия Ивановна. Меня назвали в честь нее, но меня тоже зовут Юлия. Я решила изобразить ее в своей работе, потому что вообще была дана такая задумка как-то запечатлеть это именно в масле, на картине. А моя бабушка, я знаю, что у нее только одна медаль есть за отвагу. Она взяла в плен немецкого корректировщика. Вот. И была так, как она прославлена. Авторы считают, что их задача поддерживать актуальность темы, говорить о войне, о том, что ее героев нельзя забывать. Работ было очень много. Вот здесь представлены 30 работ. У нас их, наверное, около 60. Ну, естественно, надо было их выбрать. Мы как делали? Просто выставляли работы каждого автора и уже смотрели сами. Ну, так как мы решили это без преподавателя сделать выставку, мы просто смотрели сами уже, и какая работа больше нравилась, какая больше по технике, по эмоциональным каким-то. Потому что, ну, не все же работы, естественно, будут хорошо сделаны, там, проработаны, но есть какая-то эмоциональная особенность в работе. Мы в основном ориентировались на Сталинград, потому что в этом году была юбилейная дата Сталинграда. И мы, в принципе, сначала начали работать именно с темой боя Сталинграда. Мы делали общую панораму. К сожалению, мы ее здесь не выставили. Здесь есть некоторые работы из этой общей панорамы. Мы отталкивались от Сталинграда. Чтобы создать картины о войне, с которой этих девушек разделяет не одно поколение, им пришлось потрудиться. Вдохновение искали в хронике тех лет, в фильмах, фотографиях. Несмотря на традиционность, в общем, темы, да, к 9 мая, эту выставку сделали очень-очень молодые художники. И по собственной инициативе, то есть им никто, в общем-то, даже не давал задания сделать такое масштабное высказывание на тему войны. Это их личный выбор. И эта искренность, и как бы вот этот выбор и воля, она здесь чувствуется. И поэтому, как бы уже сразу ясно, что вот эмоционально эти работы достаточно сильные. Эмоционально сложная тема молодым художникам покорилась. Посмотреть на выразительные и пронзительные работы, немного мрачные, но очень искренние, можно будет до конца мая. Мария Смирнова, Антон Осип, ФРТВ, Иванова.